Особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях главный редактор журнала The New Times Евгений Альбас. Здравствуйте, Евгения Марковна. Здравствуйте, Ольга. Следственный комитет засекретил дело о хищениях при строительстве резиденции Владимира Путина. Это связано с тем, что работой в президентской резиденции является гостайной. Это очень смешно, потому что мы о хищениях в резиденции Владимира Путина в Новогорёва писали еще два года назад. И к нам приходил человек, который работал на этом объекте, который рассказывал о том, как он с ужасом смотрит на то, что происходит, потому что там не доложили, тут украли. А мы слушали, Александр Ивлагин делал этот материал, мы слушали и не могли поверить, что воруют даже нас при строительстве здания резиденции президента. Но так и да. Я помню, тогда нас все убеждали, что нет-нет-нет, это нельзя публиковать. Ко мне приходили на переговоры, провались на переговоры представители ФСО. А я говорю, нет, пожалуйста, мы опубликуем ваше мнение, но никаких переговоров мы с вами дорогие вести не будем. Короче, пока у власти там был Муров, генерал армии, если мне память не изменяет, то все это происходило, мы напечатали несколько материалов на эту тему. Там была замечательная совершенно история, один из людей, который сейчас пошел на сделку со следствием по фамилии Кюнер, он очень неправильно отнесся к своей бывшей жене. Оля, вот бывшие жены, как и бывшие корпоративные юристы, нет, они не щадят, это лучшие друзья журналистов, должно вам сказать. Это такие изумительные источники. А еще, когда бывшая жена не только, во-первых, абсолютное оскорбление бросит, мало того, пожалел дома, спрашивается, ну ты умник, ты что же делаешь-то, так разве можно с женщиной после 40 обращаться? Вот, это же вообще термоядерная бомба, это же понятно совершенно. Ну а плюс ко всему еще, у человека, когда он начинает во все это влезать, то у него появляются еще идеи, желание, так сказать, поучаствовать в общем благе, в частности, засадить мужа в тюрьму. Так что это очень любопытная история, я за ней с большим интересом наблюдаю, и, конечно, то, что теперь это засекречивают, но надо будет еще засекречивать то, что эти ВГУПы все, которые работали с Федеральной службой охраны, они занимались, значит, реновацией, используем модное слово, исторических объектов, памятников культуры. Да, 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 это вообще, это компания ВГУП АТЭКС, это совершенно особая страница в бизнес-истории, в истории сращивания властей бизнеса. Как туда попадали люди? Что значит, как туда попадали? Такую прекрасную контуру. Для этого надо было иметь только одно, в прошлом какой-нибудь своей жизни, работать в КГБ, ничего больше не надо было. И даже это их не научило, что воровать у президента из-под носа нехорошо. Ну, Господь, а почему же компании нефтяные воруют, а тут что-то такое, там, немножко цемента позаимствовали. Оля, ну какой вы наивный человек, однако. Ну, как коллега все-таки, бывший начальник. Нет, я думаю, что вот эта мулька про то, что... Чекисты друг друга любят? Нет, что чекисты, они друг друга любят и ненавидят абсолютно так же, как и все остальные, но про то, что это люди с чистым, с горячим сердцем и чистыми руками, вот эта мулька ушла навсегда, я надеюсь. Ее никогда, этого никогда и не было. Ну, элементарный страх, что коллеги захотят поковыряться и найти твои... Это был колоссальный бизнес, там, люди делали на этом десятки миллионов, сотни миллионов, один из ключевых людей, Михальченков, он же миллиардер, поэтому они были совершенно убеждены, что поскольку, так сказать, в основе бизнеса, бизнес с одной стороны прикрывает глава ФСБ, с другой... ФСБ, извините, ради бога. Глава ФСО, бывший глава ФСО. С другой стороны, люди из Питера, которые когда-то работали еще с Путиным и под ним непосредственно, и вместе с ним тоже непосредственно, что они совершенно защищены. — Послушайте, ну, получается, что Путину вообще некую голову преклонить и некому доверять. Его обкрадывают направо и налево, просто его буквально... — Нет, это вы неправильно, мне кажется, коннотация немножко. Он это создал. Вот эту систему воровскую он и создал. И, безусловно, по тем или иным причинам она его устраивает, когда ребята зарываются или просто надо освободить площадку для новых голодных, то этих отправляют за решетку, приходят новые. Я вам скажу, то же самое ведь делал товарищ Сталин с чекистами. Он же тоже их снимал слоями. Только в отличие от гуманного Владимира Владимировича, Сталин их расстреливал. Просто вот поэтому 20 тысяч чекистов было расстреляно в годы Большого террора. А Путин их увольняет. Сажает за решетку, кого-то увольняет, отправляет папу на пенсию. Папу брали на пенсию, значит, соответственно, пришел новый папа. У нового папы свои дети, внуки, племянники и так далее. Поэтому все. — То есть это только уговоротно? — Да, абсолютно. Но на этом построена система. Вы понимаете, ведь они же, они, конечно, воруют. Но они воруют в том числе и потому, что для того, чтобы получить такой подряд, как строительство резиденции президента, надо очень хорошо откатить высоко наверх. Поэтому им как, конечно, а в ГУПы, связанные с ВСО, их же несколько было, там целый ряд компаний, мы подробно-подробно про все это писали. Они же занимались и объектами культуры, и в том числе, значит, вот проектами, связанными с реновацией Москвы рядом с Кремлем. Все, что связано с Кремлем, Александровский сад, Охотный ряд, значит, все, Красная площадь и так далее, это все были ГУПы ВСО. Потому что у них был гриф секретности, они имели право работать с секретными объектами, там же бесконечно всякие линии, телефонционные и так далее, да, секретные. И у них было в этом смысле, они были совершенно вне всякого контроля и вне всякой конкуренции. Потому что они были, вот этот гриф секретности, да, это же одна из самых дорогих вещей в отечестве. Это во всем мире-то безумно спроектированная структура. Жизнь изоотражается на качестве работ, потому что можно работать кое-как, когда у тебя такие возможности. Нет, можно работать кое-как, когда у вас все существует совершенно бесконтрольно. Конечно. Ну, конечно. Вот обвалится какая-нибудь президенция какая-нибудь. Космодром Восточный, да? Помню. Вот Космодром Восточный, помните, вот все говорили, говорили уже, его, по-моему, заканчивали уже несколько раз пять на моей памяти. Ну, это как со стадионом. Ну, да. Или его, да, вот, или стадион Сини, ну, да. Ну, да. До тех пор, пока налогоплательщики соглашаются на такие правила, так это и будет. Ну, то, что налогоплательщики соглашаются, меня сейчас не очень удивляет. Меня удивляет то, что даже Владимир Владимирович и его ближайшее окружение соглашаются жить, в общем, и работать в опасных условиях, когда кое-как кладут плитку, кое-как делают потолки и все остальное. Насколько я помню, там это не жилая резиденция, там скорее какие-то должны были быть совещания, еще чего-то. Изначально она страивалась еще для Медведева. А, ну, там можно, чтобы лепнина с потолка упала, в принципе, не жалко. Ну, может быть. Еще один вопрос по очень актуальной ныне теме. Отъезд господина Мальцева, как сообщается, за рубеж. Это, скорее, для вас характеризует самого Мальцева или все-таки ситуацию в стране? И то, и другое. Конечно, Мальцеву не хочется в тюрьму. Мы же видим, посадили практически всех вот из правого спектра. Белов сидит, Белов-Поткин сидит, Демушкин сидит, Крылов, Укрылов условный срок. Ну, вот теперь Мальцев. Дело в том, что власть совершенно перехватила правую поместку, вот эту националистическую повестку. Ей конкуренты там вообще не нужны. Поэтому это такая, ну, корпоративная политика, которая не допускает никаких конкурентов. Кого-то инкорпорировали, а кто мешает или кто поступает, позволяет себе какую-то самостоятельность, того отправили за решетку или пригласили решеткой. Таким образом, Мальцев и уехал. Хотя, честно говоря, ну, это понятно, что больше такого политика по фамилии Мальцев просто не существует. А существовал? Ну, я не знаю, он не герой моего романа, честно говоря, он приходил сюда на эхо. Я знаю, что у него был какой-то популярный... Канал «Арт-подготовка». Да? Да. Я не смотрела, откровенно говоря. Я видела один какой-то эфир с Навальным. Он совсем не герой моего романа. Я видела, как его очень жестко брали недавно совсем, значит, в квартире резали болгаркой. И мы тогда все вспоминали, что господина Геремеева, майора полка Серы, не могли никак следователя допросить. Ну, болгарки не было, поэтому его просто не спустили. Нет, потому что мы звоним, а они не открывают. Нет, да. Ну, не открывают, да. А к Мальцу звонили, он не открыл, так ему болгарки вскрыли дверь. Но, конечно, политический лидер, в принципе, понимаете, вот поэтому-то Навальный и практически один на поле. Он не боится пойти в тюрьму, а остальные боятся. Многие остальные боятся. И муж Яшин тоже не боится, уже замучились считать, сколько там он уже отсидел. Понимаете, ну что, ну вот так. Кстати, о Навальном в сравнении с Яшиным спрашивает наша слушательница, почему, как вы думаете, такая тишина? Вот Яшин всю свою отсидку отчитывался в соцсетях, писал посты и там публиковал какие-то тексты, а Навального вроде как бы и нет. Вы хорошо помните, что у Навального сожжен один глаз? Помним. Поэтому, когда у вас работают два глаза и оба хорошо, да, то вы быстренько за 15 минут, что вам дают телефон, успеваете, значит, всеми пальцами отпечатать в этом телефоне пост в Фейсбуке. А когда у вас сожжен один глаз, вам трудно. Это Евгения Альбас, главный редактор журнала «За Нью Таймс». Мы вернемся через несколько секунд. Не-не-не. И снова с вами программа «Особое мнение». В студии Евгения Альбас, главный редактор журнала «За Нью Таймс». Евгения Марковна, еще немножко продолжим эту тему. Пока Навальный отбывает свои положенные сутки, много суток, как-то идет работа его, не знаю, его штаба, его бригады, его людей, как вам кажется? Или нет, Навального нет работы? Нет, это неправда абсолютно. У него создана структура, и мы знаем. Там есть Лень Волков, который является ключевым совершенно человеком по части организации тех же самых штабов. Но просто мы видим, что теперь в Краснодаре разгромили штаб Навального, опять появились эти бабушки Шипокляк в Панамках, которые страшно кричат. Смотрите, это совершенно невозможно, потому что, прежде всего, жалко бабушек, которых, значит, на такое дело настрополили. Слушай, ну вот это вообще представить себе интересно, как нанимают или как-то выискивают. Я понимаю, как молодежь организуют там. Школы и бабушек. А бабушек как? Точно так же и бабушек. В поликлиниках. Как их штабы организуют на выборах. Вот все точно так же. Просто предлагают или угрожают? Я не знаю. Может быть, это по любви делается с местным начальством. Может быть. А что? Оля, последняя любовь, она сильная. Да, может быть. Еще, кстати говоря, не совсем о любви, но история с действительно тяжелым физическим состоянием, заболеванием губернатора Тулеева, это только мне кажется, что немножко неприлично, когда губернатора в связи с его болезнью там специальным бортом везут в Москву, в специальный госпиталь. А что же у него как-то вот в том месте, где он губернатор, там нет больниц, ему там негде полечиться совсем? Ну, честно говоря, я думаю, что вот неприлично, что человек в таком состоянии уже скоро четверть века, значит, возглавляет край, да, или сколько там он находит, ну, какой-то невероятный, как минимум 17 лет он точно сидит. Мне кажется, что еще раньше, больше, больше 20 лет, мне кажется, он сидит. Вот это неприлично. Когда еле живой человек делает вид, что он чем-то руководит, мы это проходили, не помните, был такой у нас Константин Черненко, которого... Константин Устинович, помните, помните, как его поддерживали под ручки, потому что он стоять не мог, да, и он голосовал, а он стоять не мог, ну, просто настолько болен был человек. Вот, ну, мы же, так сказать, с семимильным шагами возвращаемся обратно в СССР, и в том числе, и в этой замечательной традиции, когда из начальственного офиса отправляются исключительно ногами вперед. Просто когда министр здравоохранения берет на себя лечение одного из граждан, организует его доставку в больницу, там это все везде сообщается, это выглядит очень страшно, потому что те граждане, которые не губернаторы, они, видимо, так помрут, без больниц. Ну, мы не знаем, что за диагноз Утулеева, возможно, у него какое-то очень тяжелое состояние, которое, возможно, лечение, возможно, только в Москве, так бывает. Мы же знаем, что основные научные и медицинские силы сконцентрированы, к сожалению, в Москве. Так что, ну, тут для спасения человека можно сделать все, что угодно. Мне кажется, что проблема заключается вот ровно в том, что человек в таком состоянии просто не должен сидеть в губернаторском офисе. И в интернете публикуются фотографии Утулеева. Понятно, что это тяжело, очень тяжело страдающий человек. Понятно, что в офисе его держит группа интересов, которые, вот так как мы наблюдаем, как сажают, значит, сотрудников ГУПов ФСО, вот точно так же, когда уйдет Тулеев, огромное количество людей окажется уже там, в его области, окажется под боем. И они делают все, чтобы страдающий человек продолжал делать вид, что он чем-то руководит. Вот это кошмар. Ну, неужели Владимир Путин как-то не заинтересован в том, чтобы у него были адекватные ему губернаторы? — Я думаю, что Владимир Путин, знаете, это на прямой линии стало очень понятно, что ему смертельно надоело все, что связано с нашим замечательным Отечеством. Он безумно этим всем утомлен. Ему так смертельно надоело, что 2 миллиона человек пишут свои просьбы на прямую линию. И он вынужден всем показывать, что в этой стране ничего не работает, и никто ничего не может. И только он, замечательный, эффективный менеджер Путин, может решить проблемы страждающих граждан. Мне кажется, что ему смертельно все это надоело. Вот полетит в Гамбург встретиться с Трампом, это, я думаю, ему интересно. — А что ему там, кстати, интересно? — С поднимем Си он сегодня встречался? Нет, ну почему? Там будет разговор, конечно. — Вы думаете, что до чего-то можно договориться? — А зачем тогда Путин встречался сегодня с Си? Прямо для того, чтобы иметь какую-то козырную карту, или, как кажется ему, козырную карту в кармане. Это, конечно, встреча сегодняшняя с лидером Китая имеет главную задачу показать Трампу, что Россия с Китаем могут объединиться против Соединенных Штатов. Никакой другой задачи нет. — Кстати говоря, сегодня Корея проявила себя вот этим своим запуском, и было совместное заявление с Россией и Китаем осуждать все вот это. — Если вы помните, когда Путин только пришел в Кремль, то возможность Кремля как-то разговаривать с северокорейскими лидерами, это была та самая карта, которой Путин торговал на встречах с представителями Западного мира. Мы вернулись на круги свои, а только у России теперь нет такой возможности напрямую. — Она в России не контролирует абсолютно, но есть у Китая. Китай — это страна, от которой действительно зависят северокорейские лидеры. Потому что если Китай перестанет помогать КНДР, там просто начнется голод. Поэтому, конечно, хотя заметим, что в свое время с созданием ракеты и так далее, прежде всего, КНДР помогал именно Китаю. И, насколько я помню, первая ракета, которая баллистическая, которая у них появилась, это была наша ракета, сделанная в КБ Макеево в Миасе, которая каким-то образом оказалась у китайцев, а потом оказалась у северных корейцев. Но надо заметить, что и Советский Союз, еще тогдашние КГБ, очень боялись всегда Северной Кореи. Они понимали меру непредсказуемости этого режима. И когда обсуждался в Политбюро вопрос о строительстве ядерного реактора, пхеньяне, возможности появления какой-либо помощи КНДР в ядерной программе, то я хорошо помню, было специальное письмо представителя КГБ Крючкова тогда, в адрес Политбюро, в котором он всячески предостерегал от этих действий. Короче, сейчас Китай единственный, кто способен контролировать Северную Корею. И понятно, что это вопрос, который очень волнует. Мы же знаем, что Трамп обещался разбомбить Северную Корею, если они себе что-нибудь еще позволят. Они себе это позволили, запустили межконтинентальную баллистическую ракету, которая способна, в принципе, способна долететь до Соединенных Штатов. Я, честно говоря, как-то склонно думать, что это у них случайно получилось, но ладно, бог с ним. И, конечно, это вопрос, который встанет, и опять в этом смысле Путину есть, что Трампу предложить. Всегда взор встречи. Вам кажется, что с Китаем у нас есть какие-то более тесные отношения, чем у того же Трампа? Ну, на самом деле, практика показала, что никакого поворота на восток не случилось. Что для Китая мы представляем значительно меньший интерес, чем Соединенные Штаты. И иметь дело со страной, которая непредсказуема, ну, чуть в меньшей степени, чем Северная Корея, но тоже достаточно непредсказуема. Ее лидер может завтра объявить там эту территорию или другую своей и ввести, значит, отпускников на территорию другой страны и начать там воевать. В общем, Китай показал, что они как-то совершенно не расположены иметь дело с такой страной. Поэтому, как мы знаем, мы, собственно, недавно на сайте публиковали очень хорошую статью Димы Бутрина о церемонии расставания, где он как раз, собственно, об этом пишет, что выбирая между Западом и Россией, Китай все-таки выбрал Запад по понятным причинам, и банковская система там работает, и кредиты там работают, и вообще партнеры более надежные. А с нами оказалось очень трудно иметь дело. Ну, так получается, что у Путина даже такого туза в рукаве нет? Ну, я думаю, что поскольку Китай старается выдерживать принцип Китая, это вот сосать обеих маток. И поэтому я думаю, что глава Китая ведь понимал, для чего он приезжает в Москву накануне встречи 20-ки, да? И я думаю, что они, так сказать, в этом смысле отлично друг друга понимают. Но, к сожалению, факт есть и факт, никакого поворота на восток не случилось, ничего не случилось, не потому что мы не хотели, да? Я помню, как пару лет назад, сколько было, значит, как разограммировано, Китай собирается вложить в Россию там чуть ли не 60 миллиардов долг, ну и где? Где эта дорога на Казань, где это все это? Это, к сожалению, все, все, к сожалению, этого всего не случилось. Так что Путину, для, конечно, для Путина это какая-то все-таки карта, ну вот, и Китай будет идти... У Трампа есть какая-то карта, которая он может на Путина повлиять? Знаете, очень трудно вообще понять, какие представления у Трампа в принципе существуют, потому что, когда шла избирательная кампания, то Трамп просто грозил кулаком Китаю и всячески там, значит, говорил о том, что... И всякие там договора будут отменены, и преференции отменены, и то, и все, и пятое-десятое. Мы пока плохо, на самом деле, понимаем, что Трамп в реальности, потому что мы знаем, что он меняет свои взгляды очень быстро, и знания его в международных вопросах весьма относительные. Мы знаем, что накануне в четверг, значит, в пятницу они встречаются с Путиным 7-го числа, а накануне вечером с Меркель, с Анжелом Меркель он встречается. Он еще и в Варшаву приедет. Ну, в Варшаву, да, но это для нас важнее, что он будет встречаться с Меркель вообще, для... потому что... Ведь произошла удивительная вещь, опубликована программа партии Меркель на выборах, и там впервые Соединенные Штаты не упомянуты как, значит, самый главный друг Германии. И это, конечно, проблема для Соединенных Штатов в том числе. — Поговорим и о других проблемах. Это «Особое мнение» Евгения Альбаса, главный редактор журнала «The New Times». Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, наш гость сегодня Евгений Альбас, главный редактор журнала «The New Times». Вот спрашивает вас Борис из Петербурга. Сегодня День независимости Америки. Как вы думаете, почему об этом молчат СМИ и нет поздравлений американскому народу? Мне кажется, у нас уже давно не отвечается пышно... — Я не знаю, я сегодня поздравила посла Соединенных Штатов. Я была на приеме в посольстве, поздравила господина Дефт. Замечательный совершенно посол. Но это очень важный праздник для граждан Соединенных Штатов Америки. Конечно же, своих друзей американцев надо поздравлять, но да. — Нет, я так понимаю, что вопрос Бориса сводится к расшифровке официальной позиции. Мы с Америкой дружим или не дружим? Если в программе «Время поздравили», значит дружим. Если пропустили, значит намекаем. — А мы всегда поздравляем. — Нет, я не знаю. Я не знаю, как должно быть. — Я не думаю, чтобы мы каждый раз поздравляли. Наверное, когда было столетие, там, я не думаю, что это не столетие, господи. Но когда-то был какой-то большой юбилей, там. — Вот, кстати, о большом юбилее. У нас проходят периодически информации о том, как будет отмечаться столетие Октябрьской революции, что вот школы примут участие, и как-то вообще нужно серьезно отнестись к этому событию. Как вы считаете, а какое должно быть восприятие? Потому что с тех пор, как мы вот в советской школе интерпретировали эту самую Великую Октябрьскую, какой-то новой, по-моему, не было предложенной интерпретации. — Знаете, я ведь считаю, что что 9 мая, что 7 ноября — это трагические дни в истории России. Это не поминовения, а не праздники. Но 7 ноября — это уж, безусловно, абсолютная трагедия, которая изменила ход истории и оказала колоссальное влияние не только на Россию, но и на страны вокруг. Поэтому что же тут праздновать? Изучать это надо, безусловно. Пытаться понять, как это все могло произойти, да, безусловно. Понимать, насколько же оказалось искалечено на несколько поколений вперед, в том числе и сейчас. страна в результате идеологии туфты и халявы, которые пришли к нам, которые стали основой экономики зоны, экономики ГУЛАГа, и которая до сих пор сохраняется у нас. Когда это же, понимаете, мы даже не представляем себе, до какой степени вот это наследие тюремной жизни, тюремных взаимоотношений, тюремной экономики сказывается на нашем сегодняшнем развитии. Понимаете, особенно когда вот эти понятийные отношения, они стали основой власти, когда Конституция стоит дешевле, чем бумага, на которой она написана, когда в ежедневном режиме она нарушается. Вот вы, кстати, заметили, Оль, что если в прошлом году, когда шла программа «Моя улица», и когда вся Москва была перекопана, власти хотя бы писали там, тут мы делаем то-то, то-то. И, значит, то портрет Пушкина, то Булгакова был, то Горького. Вы заметили, что сейчас вообще ничего нет. Они просто не считают нужным. Вообще даже, говорите, вот вокруг площадь Тверской заставы, Лесно-Белару, перекопано вообще все. Невозможно ездить по городу. И ни одно упоминание, какое строительное управление идет, что они тут делают, зачем они это делают, почему. Понимаете, вот это абсолютно плевательское отношение. А, что им рассказывать, они все равно будут недовольны. И это же делается все на наши деньги. И это опять, это вот это вот отношение, которое идет, это отношение вахры, да, начальника зоны, языков, которые, что им говорят? Ну, перед языками кто будет отчитываться? Никто не будет. Правда? Правда. И вот это вот бесконечный обман, на котором построено взаимоотношение. Я вам скажу, вот я пришла совершенно на эфир, совершенно в раздрае, потому что мы пытаемся, я пытаюсь выбить деньги из распространителя, который вот тебе смотрит в глаза и говорит, ну да, ну как же, вот мы, Евгений Марков, мы же подписали вам гарантийное письмо к первому июню, там, к первому июлю все выплатим, да? То, что должны были выплатить еще, там, четыре месяца назад, понимаете? И вот ты имеешь дело с людьми, которые тебе врут в глаза. И ты думаешь, и при этом мы вынуждены были закрыть печатное здание, да? А вот есть такая компания МАРТ, вот кто меня слышит? Запомните раз и навсегда. Никогда с этой компанией нельзя иметь дело. Есть там человек, которого зовут Глечик, вот запомните, это человек, который всегда вам будет врать в лицо. Понимаете? И вот я каждый раз сталкиваюсь с этим, и я понимаю, что вот люди с воровским сознанием, с привычками, что они крадут товар других людей, обманывают, нарушают всевозможные договоры. Это все, конечно, идет вот из этой гулаговской психологии, потому что мы так и не сумели примириться, то, что называется, примириться с своим прошлым. И, знаете, видели вы, замечательный был материал в газете «Ведомости». Ведь в Советском Союзе, а в годы Большого террора, в 1937-38-м, расстреливали больше, чем убивали в Освенции, при всей эффективности машины уничтожения, которые построили нацисты. Понимаете? Вот мы до сих пор, и я все время думаю о том, что то, что мы так и не разобрались со своим, то, что мы не признали преступление, которое является преступлением, не признали, что гулаговская экономика – это была позорная страница рабовладельческого строя в истории Советского Союза. Что именно, что вот эта психология туфты и халявы, она как способ выживания, она пришла и в новую Россию. Мы действительно, что мы очень хорошо умеем делать, мы умеем выживать. Но это делается ценой разрушения связей, отношений и в конечном итоге экономики. Послушайте, ну, Ваня... Как с этим это можно, как с этим, что с этим нужно поделать, понимаете? То есть, нет, я понимаю, что до тех пор, пока здесь не будет нормальной конкуренции, я понимаю, что какой-нибудь Гречиков, весь его бизнес построен на том, что он может добежать до какого-нибудь начальника. Этот начальник получит свой откат, и поэтому вот эта вот психология воровства и вранья, да, она позволяет такого рода, то есть, бизнесом в кавычке держаться на рынке. Это, конечно, кошмар. И ничего... Понимаете, почему все известно, про них все известно, и прокуратуре, и Следственному комитету, и московскому начальству. Совершенно бесполезно. Евгения Марковна, была еще одна история, которая вроде бы завершилась, это следствие по делу об убийстве Немцова. Как вы думаете, когда-нибудь будет удовлетворительный результат этого следствия? Для вас? Вы знаете, я могу не дожить, потому что я думаю, что до тех пор, пока у власти находится Путин, конечно, мы не узнаем, кто заказал Бориса Немцова. Я не сомневаюсь, я об этом говорила ни раз, ни два, я не сомневаюсь ни одной секунды, что Путин, конечно, знает. По своим причинам он не дал добро на то, чтобы следствие нашло заказчиков. Но ведь это страшно. Ну когда-нибудь, послушайте, мы так не знаем заказчиков убийства Ани Политковской. Не знаем. Да, и мы ведь как-то где-то скушали, правда, а прошло-то уже сколько, в 2006 году они убили. Да, к сожалению. Узнаем? Не знаем, может быть, когда-нибудь узнаем. Мы не знаем. По-всякому бывает. Ну и часто говорят, что Владимир Путин там опасается за себя, там, поэтому он не может уйти из власти и так далее. Но ведь судя по тому, у кого приходится покрывать, есть гораздо более страшные и опасные люди. И они угрожают не Путину, они угрожают нам. Любой из нас может быть каким-то образом жертвой этих людей. А я не знаю, кто эти люди. Кого так боится Владимир Путин? Почему приходится какие-то структуры, каких-то людей приходится покрывать вот так? Послушайте, ну я думаю, что мы понимаем отлично. Об этом мы вчера, у меня целая передача вчера здесь была, в этой ровно студиях Москвы. Собственно, мы же понимаем, что концы ведут к руководству Чечни. То есть они могут, в принципе, вообще все. Мы понимаем, что Россия платит контрибуции Чечне за разрушение этой страны во время двух войн. Я была там. Она действительно, страна была разрушена. Мы действительно стерлись лица. Практически. Грозный был похож на Сталинград. Я это очень хорошо помню, эти кадры. Поэтому... Это справедливо, по-вашему? Мы должны платить вот такую цену, которую мы платим сейчас? Я не знаю, такую или не такую, но то, что мы обязаны были восстановить Чечню, да, безусловно. А вот давать такие абсолютно... создавать в Чечне султанат и давать такую власть над людьми в Чечне, которая есть у Рамзана Кадырова, чтобы позволять с людьми нетрадиционной ориентации, с геями делать то, что там творили, да? А мы еще не знаем, что там делают с руководством Сбербанка или с людьми, которых обвиняют в терроризме, с борцами смешанных единоборств. Мы знаем о том, что там существует практика бессудных расстрелов. Мы знаем, что в избиении людей участвуют непосредственно первые лица. Мы все это знаем. Но сделать с этим мы с вами, конечно, ничего не можем. Это должно сделать Путин и федеральная власть. Но, очевидно, совершенно им выгоден такой Кадыров и такая Чечня. Это всегда угроза. Вспомните, как только начинаются какие-то протесты, тут же появляются на аванс сцене Кадыров. Правда? Кто не понял, тот поймет. Так это было в замечательном ролике. Так что, значит, это выгодно, значит, это нужно. Но не только. Я думаю, что Путин в большей части зависит и от своих иначар здесь, в Москве. И против них он тоже не может пойти. Поэтому, и чем дальше, тем больше он будет слабеть. И тем большую роль, так сказать, и большую власть, в том числе и над нами, будут приобретать эти люди, которые вокруг него. Это неизбежно совершенно. То есть, когда они будут... И на всех остальных улицах будут те же самые. Оля, только некого винить. Мы все это сделали своими руками. Мы им позволили. Вот мы им позволили. Мы – это люди, которые создали здесь бизнесы, которые сделали большие деньги, которые предпочитают сейчас поглядывать на все это там из Лондона или тихонечко, особенно, так сказать, не вылезая, сидят здесь. Но мы это все, мы им позволили сами. Мы все это сделали своими руками. Нечего винить Путина. Мы сами это все сделали. И сами ему позволили это с нами делать. Он и делает. Евгений Альбас, главный редактор журнала «Звинил Таймс» со своим особым мнением. Всем спасибо. Всего доброго.